Практическая психология Это семь вопросов, обсуждение которых повышает уровень взаимопонимания в семье. Название потрясающее. То есть семья – это семейная система, и все члены этой системы влияют друг на друга. Да, безусловно. И вы, имея такой огромный опыт, решили, что всего лишь есть семь вопросов, которые мы сегодня так вкратце разберём, которые могут существенно улучшить климат в семье. Ну, во-первых, семь – это не значит, что их только семь. Я их называю ключевыми, то есть что важно периодически, но хотя бы раз в несколько лет пообсуждать. Во-вторых, в каждом из этих вопросов зашито очень много информации, и они не так однозначны, как на первый взгляд могут казаться. Вроде по названию короткое. По названию программы. А заложено там очень много. И если люди… В каждом вопросе так-то вообще встреча на целый день, да, можно сказать, да? Это точно. Есть вот даже эксперимент показал, что если работать полностью, рабочий день, восемь часов, то вот тогда можно, примерно уделив час на каждый вопрос, но этого и то не очень достаточно. В рамках семьи это может быть короче, но когда же семья сталкивается с этим первый раз, часто бывает сложно, потому что как раз не отлажен вот этот коммуникативный формат, когда люди обижаются на что-то, что-то воспринимают по-своему, но когда они хотя бы раз по каждому вопросу выстроят этот разговор, следующие уже идут легче. Они уже сами справляются. Вот смотрите, правильно, да, правильно разговоры начинать вести тогда, когда ты эту свою семью создаёшь. Ну, в идеале. Ну, покажи мне такую. Но мы можем нашим слушателям сказать, что, ребята, если у вас ещё нету своей собственной семьи, да, и вы планируете её создать, то лучше вот на этом этапе уже обсуждать все те вопросы, которые сегодня будут озвучены в нашей программе. Это точно, но, к сожалению, я боюсь сейчас уехать немного в другую тему, то, что у нас формат брака с такого привычного, что ли, немного меняется, жизнь меняется, и формат брака меняется, формат взаимоотношений. Мы переходим из формы некой такой авторитарной, да, всё-таки переходим в партнёрскую форму. И молодёжь, да, сейчас больше склонна к этому. И эта партнёрская форма как раз вот с помощью вот этих вопросов, она будет получать поддержку, потому что у нас в том формате поддержка была. Мы проводили знакомство семей, мы объявляли помолвку, мы знакомили на свадьбах, всех родственников собирали. Что сейчас избегается, а где брать информацию? Встречаются две системы, и как они переплетутся ли они, смогут ли они взаимодействовать. Вот это направлено скорее заместить вот то, что делали мы в своё время, и что у молодых, у многих сейчас не хватает. Отлично. Итак, пойдёмте, да. Значит, первое правило, оно каким образом звучит? Наличие общей почвы. Так. То есть деревья должны жить на одной клумбе? А-а-а. Деревья на клумбе, это, конечно, лучшие цветы. Да. Что такое общая почва? Это то, что становится нашим. Есть моё, есть твоё. Мы встретились. И вот что переходит в наше? Зачастую сейчас, сейчас очень много вот этих, и брачный договор, это классно, но брачный договор уже после обсуждения, как правило, должен быть. Вот этих вопросов. А у нас юристы пришли, примерно вот такое, давай, всё вот. И вот эта попытка за собой застолбить что-то, то есть что-то останется моим... Вы знаете, как в песочнице дети. Нет, это машинка моя, и всё, никто не трогает. А если я хочу, чтобы ты со мной играл, мне надо чем-то поделиться. И вот здесь как раз эта возможность, когда мы обсуждаем, это всё-таки, что мы вкладываем. Зачастую из-за чего сразу идут разногласия. Мне так родители квартиру подарили, и вот этим вот... А ты с чем пришла? Да, а у тебя ничего как бы не... А что значит их? А я тоже что-то вкладываю. Иногда тоже материально, но не замечается. То, что мы ездим на моей машине, в общем-то, никто не замечает и так далее. Поэтому вот это крайне важно. Это, во-первых, первое, что мы объединяем, это наши ценности, ведь. По большому счету. Жизненные ценности. Мы ведь вкладываем, с одной стороны, материальную составляющую, да, и о ней говорить легче, потому что это очевидно. А вот о ценностях, что для нас важно в первую очередь. И обсудить вот как раз здорово, даже ты напомнила, что вот на стадии формирования вот это дорогого стоит, если они начнут говорить. Потому что иногда даже речь не идёт о том, чтобы сменить ценности. Речь идёт о том, чтобы, зная их... Их озвучить даже. Да, озвучить и попробовать просто пока примерять. Может быть, со временем это станет и моими ценностями. А может быть, наоборот, мои кто-то возьмёт. Ну и вообще эта тема знакомства прямо, да, глубинного с личностью, с которой я решила, например, войти в эти глубокие отношения. И осознанное принятие решения, что, да, если уж мы встретились, если мы хотим жить вместе, то, наверное, что-то нам придётся где-то, ну, как минимум, принять. А вот к этим, то есть наличие общей почвы. Сюда входят вот такие признаки, как вот, например, говорят. Признак живых отношений – это общая территория, в которой живёт семья, это регулярный секс и общий холодильник с общим бюджетом. Вот это ведь тоже всё обсуждается, да? Это обсуждается, и это… Вот здесь основное и главное, и причём не только в этом пункте, чтобы это так же воспринимали другие члены семьи. То есть если я говорю, что у нас дом общий, то и мой муж, и дети все говорят, да, это наш. У них нет мой дом. И всё остальное точно так же. Или когда тебе, например, могут сказать там, да, если что-то не устраивает, уходи, это мой дом. Да, да, да. Вот тут уже я вспомню совершенно очень давний период, когда мы с мужем только вот, ну, уже перед свадьбой стали расписываться, я его, он куда-то в гараж собрался, и я говорю, ты сходи, у тебя в гараже, я ему говорю, он говорит, у нас. Я даже сначала не заметила. Я говорю, ну, ты там, у тебя в гараже. Он у нас. У нас в гараже. И вот я это очень чётко запомнила, когда он говорит, нет, всё, теперь это наше. Это часто бывает такое, что там, это мои дети. Да, да, да. И муж поправляет так, наши. Вот это крайне важно. И самое важное, это для детей как раз, когда у них, они понимают, что и они, это мы, мама и папа, и всё остальное, вот оно принадлежит. Не просто сейчас, когда я вижу, что говорят, это вот твои игрушки, а это мои, там надо это беречь, защищать, вот бывает как-то, думаешь, да, вот сейчас он игрушки защищает, а как он относится к тому, где он живёт, а как он воспринимает, или он уже не воспринимает родителей как единое целое. Вот это страшно. То есть такой перекос идёт в индивидуальность, да, то есть когда мы там про эти вот, про границы, вот это мои игрушки, я теперь имею право их не давать, это моя территория, я хочу, чтобы вы все её освободили. Вот здесь вот очень тонкая грань на самом деле. Потому что ведь мы сейчас этому учим, понимаете? Да, вот в том-то и дело. И вот разделять, что есть, прежде всего ребёнку нужно усвоить, что есть и то, и то. И, конечно, он не сразу научится вот это отделять, когда соседский мальчишка просто претендует на то, чтобы завоевать твою игрушку. И то, о чём говорим мы сейчас, да, то, что в семье. То есть в семье это как бы, ну это основной вот фундамент. Вот и мы так плавно переходим, да, к наличию правил. Да. Это как бы второй вопрос, который обязательно нужно обсудить. Для чего? Знаешь, я не ставлю первый, второй вопрос, это скорее то, что облегчает жизнь. Потому что это договорённость, давай будем делать так. Причём мы все знаем, что правила пишутся, создаются не для того, чтобы их не нарушать или нарушать. Они скорее таким регламентом выступают. Возможностью договориться, возможностью использовать, ну скажем так, единое терминологическое поле. Потому что если мы обозначили, что, ну не знаю, какой пример привести. Ну что такое хорошо, что такое плохо, то вот это мы будем делать плохо. Мы одинаково это воспринимаем. Это первое. Второе, мы можем прогнозировать поведение того или иного человека в нашей семье. Ну и очень важно это как раз, если есть правила, есть нарушения, допустим, то мы можем применять какие-то санкции, которые обоснованы, которые не считываются как обида. Да, вот меня мама наругала, вот мама такая. Нет, я нарушил, я сделал неправильно, поэтому я за это заплатил. А когда заплатил, и отпускается эта вина. То есть да, это была ошибка, которая нам свойственна всем ошибаться. Я ошибся, я исправила ошибку или заплатила за меня. Вот, Валя, мне вчера очень понравилась твоя формулировка, я прямо даже её для себя озвучила, что в семье управляют не люди, а правила. То есть семья более мобильна, она более живая, да, когда у нас есть эти правила. А ведь, смотри, это же ещё и тема авторитетов в семье, поддержания авторитетов, в первую очередь родителей. А это важно, чтобы всё-таки какие-то авторитеты были. И действительно, если хочешь что-то изменить в семейной системе, начинай с изменения правил. Попросту говоря, говори, что вот эти правила были, работали, но сегодня они не актуальны, давайте мы от этого откажемся, я предлагаю вот это. И под обсуждение. Да, все договорились, всем ясно, принимаем. То есть, правильно ли я слышу, эти правила должны быть, во-первых, озвучены, во-вторых, должны быть приняты всеми членами семьи. Да, и если они, например, становятся камнем преткновения, то мы их можем отменить и придумать новые. Да, это как раз вот эта возможность, то есть, смотри, кто-то сопротивляется или обижается, а он приходит и говорит, слушайте, вот по этому правилу я как бы должен делать то-то, но вообще я не хочу так, давайте это обсудим, давайте попробуем изменить правила. Человек, который предлагает изменение правил, он предлагает договориться. Какое у вас в семье самое любимое правило? Прямо вот, которое ты чувствуешь, что оно тебе помогает держать вот это в хорошем состоянии семейную систему? Точно есть правило, если плохо, начинай говорить, другие должны знать, что тебе плохо. А не в себе носить, да? Чтобы они не пытались, говоря нашим языком, проецировать и думать, это я на мужа или на дочку обижаю. Что происходит, или со мной что-то внутри, или я боюсь кому-то что-то сказать. Потому что напряжение будет у всех. Это очевидно, да. У одного напряжение влияет на всю систему. И поэтому, да, одно из правил, начинай говорить. Начинать бывает крайне тяжело, и мы к этому вернёмся в последнем пункте. Отлично. Следующий какой вопрос хотелось бы обсудить со всеми членами семьи? Профессиональным языком называем мы это комплиментарность. На бытовом языке это можно, может быть, это не совсем в чистом виде, но тем не менее, взаимодополняемость. Взаимодополняемость, банальный пример, вилка с розеткой, да. То есть, если они подходят идеально, то только идёт. Есть коннект. Есть контакт, всё отлично. Если не совсем где-то совпадает, то, естественно, контакт слабее. Или его вообще нет. Как это в семейных отношениях? Это, во-первых, очень влияет как раз на некую, как это сказать? Взаимозаменяемость. Взаимозаменяемость, да, но скорее ещё на вот это признание авторитета. Ага, поняла. И, соответственно, в принятии решения особенно, или, опять же, в обсуждении каких-то сложных вопросов, если я знаю, что мой партнёр в вопросе разбирается лучше и знает его досконально, то я точно буду держать, ну, вторую, как бы быть на вторых позициях. То есть, если, например, у меня хорошо получается варить борщ, то я буду варить борщ. Да. Но если что-то сломалось, то я попрошу об этом мужа, потому что знаю, что у него техническое образование. Да, но при этом я знаю, что если муж готовит мясо настолько хорошо в духовке, как я хоть и часто готовлю, но это не так, то к празднику я попрошу его сделать. Его приготовить, да. Да, и буду озвучивать, что да, это вот именно он делал. Да, ты как бы даёшь человеку, да, вот это ощущение такой экспертности, да, своего рода? Да, безусловно. И это, во-первых, и самооценку и поддерживает, и поднимает того, кто действительно в этом вопросе сильнее. А во-вторых, это опять способ договориться, да. Ну, зачем я буду мужу доказывать что-то про электрику, ну, когда я в этом... Ничего не понимаю. Ну, почему я? Вообще-то у меня техническое образование тоже есть, и что-то я в этом понимаю. Я сейчас говорю про себя. И вот здесь как раз вот это... Да, я... Мы, кстати, закончили один факультет в начале техникума, то есть технический он и я. Мы оба инженеры по первому образованию. И, казалось бы, возьми флаг и попытайся доказывать. Но я понимаю, что глубинно я от их всё равно не знаю, и так как он по жизни этим всем занимается. Ну, то же самое, что я, допустим, я придумаю лучше, какие стены там, как покрасить их, в какой цвет, а уже как сделать, это всё будет решать. И если мы не будем особо заходить на территорию друг друга, то не подерёмся. Да, да. А если будем, то начинаем... Это такая некая борьба за власть появляется. Поэтому здесь очень важно вот это... Обговорить тоже. Обговаривать. И тут даже не столько обговаривать, сколько периодически слить. Потому что комплементарность, она бывает, натает немножечко. То есть, ну да, какие-то мы выяснили, вот как сейчас, да, технически. Что-то ещё, наверное, есть, да. И вот периодически смотреть и признавать. Да, слушай, вот тут я с тобой не спорю. Пожалуй, ты тут сильнее. Не знаю, потом образование получил или с кем-то пообщался и пополнил свои знания. Да, я могу прийти и сказать, что вот я ещё и это, и это, и это узнала. И, возможно, где-то со мной согласятся, что я обошла. И вот смотрите, тут тоже очень важно видеть, что в этой семейной системе уже растут дети, и их экспертность в чём-то тоже растёт, и это замечать, признавать и озвучивать. Да, и они видят, что это принимается вторым партнёром. И что не надо это вот с лагом в руках доказывать, что ты лучше другого. Потому что мы это обсуждали, и люди это признают. Да, и я готова уступить там, да, сейчас вот это. Да, умение как раз вот это. И отвоёвывать, то есть доказывать что-то, отстаивать свою точку зрения, и в то же время сказать, да, пожалуй, тут я, это нормально. Да, у нас, например, в семье старший сын готовит потрясающее мясо. Вот как ты рассказала про своего мужа, да. Я понимаю, да, я понимаю, что всё, теперь уже, если этот процесс запущен, то это только Илюха будет делать. Хорошо, идём дальше. Что ещё ценно и важно, да, когда мы уже садимся и обсуждаем? Вот я замечала много раз, когда есть такой у меня пункт, называю ритм слияния-разделение. Так. А вообще мы живём в этом ритме на самом деле. Вот сейчас взяли и разъехались, да, один на работу, второй, то есть, собственно, этот ритм существует. Это такой наиболее бытовой, да, но есть какой-то ещё более длинный там. Муж периодически ездит с командировкой, допустим, или там жена периодически на учёбу ездит на какие-то курсы повышения квалификации. То есть у нас переплетение таких ритмов, да? То есть, да, и в принципе они присутствуют. Ещё плюс ко всему хочу сказать, что у каждого человека ещё и свой собственный какой-то есть ритм, да? Безусловно. Но мы вот когда внешние какие-то наши факторы влияют, вот на то, что, да, мне на учёбу надо, оно вроде бы видится и воспринимается нормально. А вот проходит время, ну вот не было долго командировок, и мы не можем понять, что же происходит. Какое-то вот есть напряжение, но никто не может понять, что, привыкнув, в течение года несколько раз уезжая, человек менял обстановку. А сейчас у него нет смены обстановки. И они умудряются где угодно найти причины этого раздражения, но только не в том, что человек вот просто не уехал. Вообще у нас есть право в какое-то время уединяться. Вот в семье должно признаваться это право, что да, если я хочу из системы выйти и побыть вне системы. Это нормально. Ну, для взрослого человека и более старших уже детей, понятно, что... Но это мы сейчас не про то, что муж говорит, что-то я хочу пожить отдельно и уехать. Или это про это? Нет. Ну, почему? Может быть, у кого-то и пожить отдельно, если сильное напряжение возникло. Главное, чтобы не в другой семье, да? Я, кстати, знаю случаи, когда они говорят, да, давай поживём отдельно. Причём они чётко понимают, что у них есть именно новые партнёры. И они хотят проверить там. Но это вот эти любовные треугольники, мы сейчас не будем этого касаться. Это немного другое. Об этом в другой программе поговорим. Да. А вот именно право... Я говорю, что только ребёнка мы не можем отпустить. Но и то мы можем что-то сделать для ребёнка, если мы видим, что его всё раздражает, что он скандалит, что он провоцирует какие-то ссоры. Может быть, его спросить, да, ты хочешь куда-то уйти, уехать? А потом, я не знаю, ну, в детстве, наверное, у каждого, помнишь, мы залезали под стол? Да. В свой мирок. Домик. Да. Я об этом, знаешь, вспомнила буквально, может, меньше года назад, когда я приехала к внуку, ему купили этот картонный домик довольно большой. Туда даже я вмещаюсь. И когда он меня туда позывал, я когда залезала, слушай, это же классно. А, состояние, да? Это же супер. И это ведь вот, он на какое-то время хочет отделиться, побыть в своём, свой мир каждому важен. Как бы мы близки не были... Это как раз вот про те самые циклы, да, слияния и разделения. Как бы я не любил вас, мама, папа, да, я хочу посидеть в этом картонном домике, и, пожалуйста, не нарушайте моё уединение. Ну, может быть. Конечно, он так не говорит. Тем не менее, если он даёт понять, если ему интересно стало играть в домике, обратите на это внимание, пусть он побудет в этом домике. Потому что, а где мы самости-то учить будем? Потому что мы и так в окружении людей. Ну, вот сейчас немного другая ситуация. Мы, наоборот, в домик все залезаем. Все в семью, да, развернули нас. Все в семью, но тем не менее. Ну, кстати, вот про слияние и разделение. Это ещё, вот про эти самые ритмы. Мы же, например, сейчас в период ковида проживаем, это тоже своего рода, да, такая ритмичность. Ну, это немного другая ритмичность, к сожалению. Я поняла, это вернёмся тогда к другому. Я поняла, это про цикличность. Ну, да, наверное. Хорошо. Мы ещё вернёмся к этому. Да, у нас ещё есть 10 минут и несколько вопросов. Поэтому идём дальше. Ритмы слияния и разделения мы сейчас с тобой очень подробно объяснили нашим слушателям. Есть у нас ещё такое понятие, как адекватные границы. Да, да. Вот мне слово нравится. Во-первых, на границы сейчас кто только об этом не говорит. Вот именно. А вот про адекватные границы мы сейчас всё вам расскажем. Слушайте, дальше. И есть такое заблуждение, что границы, это касается только внешнего мира, то есть за системой границы или глобальная, вокруг системы границы. Но границы есть и внутри системы. И вот об этом важно не забывать, потому что как раз для личности вот эта и защита границ, и скорее, наверное, по ощущениям вот это понимание, когда я выхожу за пределы границ своих, или когда я вторгаюсь в границы другого, и получаем какой-то отпор. Ведь самое сложное, это как раз мы когда вдруг нечаянно залезли на чужие границы и получили какой-то, может быть, не совсем... Щелчек полоса. Да, не агрессивно, но так топ. Закройте ведь в ванну. Когда я в ванной, я хочу, чтобы сюда никто не заходил. Да, и есть такие вещи. Но, опять же, научиться об этом спокойно говорить. Даже не то, что научиться говорить, а в семье, опять же, просто, это как и в правилах, обозначить. Помнишь, мы говорили? Да, просто обозначить. Давайте так вот, если я сказала, что я хочу побыть один, пожалуйста, не трогайте меня. Но здесь можешь получить вопрос, а как долго тебя не трогать? То есть, давайте так, на час, всё, меня нет. Хорошо. И вот это уважение территориально, особенно в наших семьях, иногда бывает не получается. И когда вот этот пресловутый ковид начался, конечно, я начала об этом говорить в своё время. Мне женщина, да какие границы у нас, двушка маленькая, хрущёвка и трое детей. Она говорит, ты понимаешь, что я никуда не могу уйти вообще практически. Тем не менее, искать и найти эти возможности можно. В одной из семей мне сказали, а в чём проблема? Мы вообще ширму купили. И если я поставил ширму, всё в кресло, взял ноутбук и поставил ширму. Всё. Все знают, что... Какой может этой ширмой воспользоваться? И правила тут, и границы тут, и договорённости. Всё сразу, и всё, в принципе, работает на сохранение семейной системы в адекватной сфере. Да, и напряжение того, которое могли все испытывать, а все просто понимают, и они к нему не лезут. И он получает эту долю вот этого успокоения. Всё-таки нервная система не так напряжена. Опять же, в период ковида. Хорошо. Хорошо. Вот про эти границы мы можем не только в начале семейных отношений, это же ежедневно можно, да, как бы поправочку такую вносить? Да я не думаю, что это ежедневно. Это как раз ежедневно будет на автомате. Если мы так раз, два, три мы так по взаимодействию или прямо объявили, или пришли, спросили, что сейчас происходит. Я правильно понимаю, что ты пытаешься как-то закрыться? Иногда бывает надо подтолкнуть, дать возможность человеку сказать. Ну да, всё вроде. Особенно мальчишки, вот возраст, сама знаешь, такой переходный, когда начинается, и он колючий становится просто. А эти колючки-то чем-то ведь обусловлены. Это как раз простройка границ. Да, да, да. Он таким образом пытается дать понять, показать ему, что может сделать это быстрее и проще. И как только это начнёт срабатывать один, два, три, потом это на автомате происходит. Вот сейчас слушаю тебя и понимаю, что на самом деле, когда два взрослых человека умеют вести живой диалог в семье, когда они могут обсудить любые вопросы, да, и это видят дети. Дети уже как с молоком матери, можно сказать, да, учатся в процессе семейного взаимодействия абсолютно таким экологичным правилом общения с другими людьми, да, и эту схему можно просто перенести на другие любые группы, будь то там твои друзья, там твои сокурсники или ещё что-то, да, и ребёнку намного ведь легче будет потом по жизни. Это точно. Это, ну, мы же все знаем, не надо детей воспитывать, живи просто с ними и люби их. И они с тебя, собственно, скопируют всё, что им нужно для жизни. Ну, вот так. Ещё у нас пять минут и, по-моему, два вопроса есть, да? Да, у нас тема интерактивного цикла, умения прохождения. Я сейчас, читателям, не заморачивайтесь, голову, интерактивный цикл. Это циклы, которые мы проживаем постоянно. Допустим, цикл, мы собрались куда-то, поехали. Так. В отпуск. В отпуск. То есть, например, два раза в год мы ездим в отпуск. Да неважно сколько. Ну, там, к примеру, там, да? То есть, если мы обговорили всё, мы в июне собираемся, едем на машине в отпуск. Вот, цикл начинает. То есть, цикл – начало и конец есть всегда. Вот основное, что есть, это у любого взаимодействия, у любого контакта есть начало и конец. Почему и, собственно, цикл. И всё. Как мы собираемся, насколько вместе. Или у нас мама бегает за всеми, собирает всем одежду и т.д. и т.п., а все там занимаются своими делами. То есть, насколько мы вместе это делаем. Насколько мы продуктивны как система. Ну, скорее, опять же, насколько мы в ней умеем договориться и распределить вот эту нагрузку, которая неизбежна. Нагрузка, допустим, чем папа занимается, как правило, автомобилем, да, если едем на машине. То есть, это его епархия. Мама там собрать еду, одежду и так далее. А чем могут дети заниматься? Вообще, я обратила внимание, когда у меня дети собирались тоже, ну, или приезжают. Как чётко они дают задание внуку. Нет, они говорят, так, ты свои вещи собрал, что ты хочешь с собой взять? Он приносит ворох. Так, у тебя какой рюкзак? Посмотри, какой размер рюкзака. Вот ты можешь, скажем, туда ровно столько, сколько войдёт. И он приходит, мам, а у тебя есть место в рюкзаке? Я хочу ещё паровозик с собой взять. То есть, он уже решает задачи. И вот это крайне важно. Он на эту поездку уже работает. Ну, и, соответственно, там и в процессе отдыха насколько. И потом, когда мы приехали, мы вернулись. Вот самое главное, чего мы точно редко делаем, это, ну, опять же... Завершение, да? Вот это, скорее даже, завершение и вот эту ассимиляцию. А что мы там получим? Мы как-то сразу разделяемся. Чаще всего, говорю, мы, ну, за собой тоже замечала это. Что, да, я своим девчонкам фотографии показываю, там, подружкам, там, муж, там, своим, там, на работе и так далее. А вот в семье мы не вытащили, вот мы не устроили вот это вот... Ох, приехали! Хотя иногда это получается случайно. Вдруг приехали, там кто-то, друзья пришли, зачем пить? И вот эта ассимиляция именно, вот это порадоваться, это в любом случае победа. Будь то это какая-то сложная задача, которую решаем, или это вот ситуация с отдыхом, казалось бы. Какая там победа? Да нет, победа во многом. Мы были все вместе. Да, мы прошли... Жрали вместе. Да, мы прошли этот путь, мы столько всему научились, да, может быть, там, да? Да, да, безусловно. Мы попробовали эти новые же там в отпуске, там, блюда, все вместе опять-таки. Это у нас общее ощущение, эмоции. И вот здесь, получается, опять здесь присутствуют только мы. Здесь я мало. Но это классно, потому что, когда мы проживаем, вот ощущение «я» человеку должно быть свойственно, но и ощущение «мы» он тоже должен очень чётко проживать и осознавать. В этой семье. Да. И вот присваивать себе этот опыт. Безусловно. Смотрите, то есть вот даже, например, я сейчас слушаю тебя и понимаю, что всё время ездишь, например, с мужем в путешествие, да, но однажды сложилось так, что я впервые ездила с детьми. И это для меня новый опыт, да. То есть и когда я приехала, я реально говорила, собрав всех бабушек там, да, я говорила, что, смотрите, у меня не было этого опыта. Я никогда не ездила к нам, например, за всё это время одна. То есть всегда была возможность на кого-то опереться. А вот теперь я смогу сказать, что я молодец, потому что мы с детьми вместе это, ну, как бы, да, прожили. И они молодцы тоже, потому что они были со мной и, как говорится, и в радостях, и в горе стихи. Да, да, да. И где-то даже помогали, поддерживали. И точно, я думаю, что у них ответственность была выше, потому что папа нет рядом, а кто ещё поможет. А кто ещё, если не улочечки, да, сделаем. Я думаю, что для них тоже был очень хороший урок в этом отношении. Да. Классно, здорово. Итак, есть ещё седьмой вопрос, который обязательно надо обсудить. Это вопрос звучит... Учимся говорить на языке чувств. Так. Это про что? Это прежде всего... Вот я немножечко сначала из практики скажу. Вот когда человек к нам приходит на терапию, у тебя, наверное, то же самое, и рассказывает о чём-то, и спрашивает, а что ты сейчас чувствуешь при этом? Потому что вход как раз в разрешение проблемы, он чаще всего... Чересчувственное. Конечно. Потому что от башки-то мы там многое что на огороде. И у него ступор. Он говорит, я не знаю. Я где-то прочитала фразу одну, она мне крепко засела. Человек, который не может опираться на чувства, это рабская психология. Да. Поэтому человек должен быть в контакте с собой. Да. И вот это дорогого стоит. Где лучше всего учиться этому? Мне кажется, семья – это как раз вот... Ну, плацтарм для обучения... Уметь говорить о своих чувствах. ...говорить на языке чувств. Мы же, когда встречаемся, ведь сколько мы говорим о чувствах. Там, да, мы говорим о любви, но в разных-разных-разных и интонациях, и словах. Находим слова. Сошлись и забыли. И забыли. И приехали. Нет, потом вспоминается, дети начинают появляться. А наша задача, да, уметь говорить на этом языке и слышать всех членов этой семейной системы, что они-то чувствуют. В том-то и дело. И тут смотри, я вот, я просто вижу, в каждой семье есть даже свои уникальные словечки, обозначающие чувства. Да. И вот когда они есть, вот я точно уверена, что если в семье есть какие-то вот свои эти словечки, это, как правило, сохранная семья. То есть вот какие-то штормы сильные ей не грозят, она всё равно рано или поздно выкрапкается, и вот этой системой она жизнеспособна очень. Тогда, когда человек не умеет, а если ещё и дети не умеют говорить о чувствах, вот это беда бедовая. Ну что, вот на этом сегодня закончим. Говорили с Валентиной Окуловой, с психологом, специалистом семейной и гештальпсихологии о семи вопросах, которые необходимо обсуждать, которые обязательно повышают уровень взаимопонимания в семье. Валю, до новых встреч. Я желаю любви, здоровья и счастья. Это была программа «Практическая психология». Всем удачи. Всем хорошего дня. Практическая психология